Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия займет место Японии на рыбном рынке Китая. Издание Business Insider сообщило о том, что российские компании могут занять свободные ниши на китайском рыбном рынке. Правительство Китая с 24 августа ввело полный запрет на поставку в Китай японской рыбы и морепродуктов в связи с началом сброса Японии воды с АЭС Фокусима, которая использовалась ранее для охлаждения реакторов. Китайское таможенное управление сообщило, что экспорт японской рыбы остановлен для того, чтобы избежать возможного радиоактивного заражения продуктов питания. Япония планирует сбросить в Тихий океан почти 8 тысяч тонн зараженной воды, большая часть которой, по оценкам данных компьютерного моделирования, должна пойти на восток, к побережью Северной Америки, под воздействием подводного течения Курасио. Сами японцы утверждают, что они предварительно подвергли воду технической очистке и избавились от вредных примесей, за исключением радиоактивного изотопа водорода Трития. По расчетам специалистов МАГАТЭ, текущее содержание Трития в зараженной воде окажет на мировой океан незначительное негативное радиологическое воздействие. Китай является одним из крупнейших импортеров рыбы в мире. По итогам прошлого года Китай увеличил импорт рыбной продукции на 35% до 20 миллиардов долларов. Крупнейшим экспортером рыбной продукции в Китай в прошлом году стал Эквадор, заработавший на поставках своих креветок в КНР 4 миллиарда долларов. Россия стала вторым крупнейшим экспортером рыбы в Поднебесную. Доходы российских поставщиков от продажи рыбы в Китай в прошлом году составили чуть менее 3 миллиардов долларов. Китайский рынок является ключевым для российских рыбаков. Суммарный экспорт российской рыбы и морепродуктов по итогам прошлого года составил в стоимостном выражении чуть более 6 миллиардов долларов. Из всего объема продукции на Китай пришлась половина поставок. Второе место в объеме экспорта заняла Южная Корея с долей закупок в 40%. Япония по итогам прошлого года поставила относительно небольшой объем рыбы в Китай, заработав на этом 700 миллионов долларов. На снижение объемов японского экспорта морепродуктов повлияло решение российского руководства о приостановлении действия договора о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. По указанному соглашению японские рыбаки с 1998 года вели промысел у Южных Курильских островов. Приостановление действия указанного соглашению ударило по интересам рыболовецких компаний острова Хоккайдо и привело к незначительному росту цен на лососевые породы рыб на внутреннем рынке Японии.